...трудовом стаже работника. Что может ее заменить, когда вот такой вот есть у нее прекрасный, очень широкий спектр действия? Уже де-факто часть функций трудовой книжки выполняется пенсионным фондом с помощью персонифицированного учета. Когда информация для начисления пенсии, в том числе и о трудовом стаже сотрудника, хранится в пенсионном фонде и используется для этих целей. Если же брать какие-то другие аспекты использования книжки, то здесь нужно понимать, что трудовая книжка была создана тогда, когда необходима была возможность подтверждения стажа. Сейчас же уже, например, большая часть, порядка 80% работодателей готовы рассматривать тот опыт и тот стаж, который не отражен в трудовых книжках. Но помимо работодателей, есть куча инстанций, которые требуют выписки из самой этой трудовой книжки, а если ее не будет, а где же брать, собственно, все эти данные? Будет, все зависит от того, как будет реализован механизм обращения граждан в пенсионный фонд для того, чтобы получить выписку о том стаже, о том трудовом стаже, который есть у человека. Если это будет реализовано удобно для сотрудников, то, в принципе, существующая база вполне способна заменить трудовую книжку для этих целей. Если это только данные пенсионного фонда, они сегодня есть, это компьютерные же данные, компьютерная база, завтра их нет, стерли хакерская атака, и что дальше? Я, получается, и не существовал, и не работал. Существует несколько возможностей. Это, например, предоставление копий договоров трудовых. Кроме того, можно собрать справки из предыдущих мест работы. Согласитесь, достаточно проблематично ходить по предыдущим местам работы, тем более, если таковых не существует, и брать там справки просто для некоторых не представляется возможным. Потому что многие работали еще на территории бывшего СССР, коего уже не существует, значит, не существует этих компаний. Именно поэтому трудовые книжки была инициатива, и есть инициатива, не отменить единомоментно с 2012 года, а прекратить их выдачу. И для тех лиц, у которых как раз, как вы говорите, начали свою трудовую деятельность еще живя в СССР, оставить возможность иметь свой трудовой стаж в твердой копии. Давайте все-таки тогда разберемся, а кому проще станет при отмене этой книжки самим работодателям, чтобы не вести ее в отделу кадров? А нам-то зачем это нужно? Зачем нам все это нужно? Живем мы, в сейфе хранится эта трудовая книжка. Зачем нам это главная боль? И вот на ваш взгляд, как гражданин России? Как гражданин России, что если же у нас все-таки будет реализован в полной мере проект электронного правительства, то все эти взаимодействия, когда нам необходим, например, для загранпаспорта копию трудовой, мы сможем делать в один клик через электронный кабинет. Когда вся информация запрашивается у пенсионного фонда, этот пенсионный фонд отсылает эту информацию по твоему запросу в надлежащую инстанцию. Чисто теоретически такое возможно. И в принципе это технически реализуемо. Вопрос, как у нас реализуют это и реализуют ли. Спасибо большое, Глеб. Об отмене трудовых книжек мы говорили с аналитиком компании интернет-рекрутмента Глебом Лебедевым. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.